Дорогие друзья, я Виктор Судаков, рад приветствовать каждого из вас на нашем онлайн-богослужении. Вот уже несколько месяцев мы проводим наши собрания дистанционно, но вы знаете, независимо от того, что мы не можем сейчас собираться все в нашем здании здесь, тем не менее, Бог продолжает говорить, Бог продолжает действовать и продолжает касаться даже через онлайн-богослужение. На прошлой неделе мы договорились с одной парой семейной из нашей церкви вечером через Zoom. У них были некоторые вопросы, некоторые сложности. И они говорят, пастор, мы хотим пообщаться, рассказать, получить совет и помолиться. И вот это был как раз четверг вечером после богослужения, которое у нас тоже проходит онлайн. Мы общаемся с этой парой, они задают мне свой вопрос о сложности, которые там есть у них, что эта сложность мешает и им самим, и мешает вообще для атмосферы всей семьи. И вот когда они мне рассказали вот о своей проблеме, на которую хотели от меня получить совет, я их спросил, а вот у нас только что собрание было, вы смотрели его? И они говорят, нет, пастор, мы там были в гостях, общались. И было так удивительно, потому что именно на этом собрании, которое было буквально перед этой встречей, во время проповеди я как раз отвечал на все вопросы, которые были у этой семьи. Я касался именно вот того, что их волновало, и то, что приносило им большие сложности. И я им сказал, говорю, обязательно посмотрите это собрание. И они посмотрели, и потом написали, говорят, пастор, как раз вот спасибо тебе за эту проповедь. Мы получили то, в чем нуждались через проповедь. И хорошо, что у нас есть записи, и можно посмотреть собрание в записи, но иногда нет такой возможности. И вот, понимаете, бывает иногда Бог говорит к тебе, Бог действует в твоей жизни, а ты где-то находишься в другом месте, ты не воспринимаешь это, ты не слышишь это, и ты можешь упустить тот ответ, который Бог дает тебе. Я очень часто наблюдаю, что когда я готовлюсь к собранию, Бог направляет мои какие-то мысли, что даже я порой не планирую это, но Бог знает все. И потом после собрания люди пишут и говорят, Виктор, ты словно знал мою проблему, знал мою сложность. Конечно же, я не знал, но Бог, под которым мы все ходим, который действует, Он знает все. И я когда вот эту ситуацию на прошлой неделе осмыслял, я вспомнил старый еще из 90-х годов христианский анекдот о том, как один человек попадает во время наводнения в трудную ситуацию, кричит Богу, Бог, помоги мне, спаси меня, приплывает лодка и говорит, садись к нам, говорит, нет, мне Бог поможет. Лодка уплывает, и он продолжает кричать, Бог, помоги мне, приезжает катер, давай мы тебе поможем. Нет, мне Бог поможет, катер уезжает. И человек продолжает кричать, Бог, помоги мне, приезжает корабль. Человек говорит, нет, не нужна мне ваша помощь, мне Бог поможет. Корабль уплывает, и человек, в конце концов, тонет, попадает в рай и спрашивает Бога, Бог, я же тебе кричал, почему ты мне не помог? Ну что, Бог ответил, я помогал тебе, но ты не услышал. То есть, поймите, мы можем взывать к Господу, и Бог посылает нам благословение, но мы можем упускать Божье благословение. И тема моей сегодняшней проповеди – упущенное благословение. И в Ветхом Завете есть одно место, которое, наверное, показывает одно из важнейших благословений в нашей жизни, которые мы, верующие люди, можем упустить. И я хочу открыть вместе с вами книгу, одна из моих любимейших книг Ветхого Завета. У меня вообще в Ветхом Завете есть три, наверное, таких самых любимых книги. Это книга Иова, книга Экклезиаста и книга «Песнь-песни». И вот как раз «Песнь-песни», пятая глава, книга, рассказывающая про взаимоотношения между возлюбленным и Суламитой, девушкой, что является неким прообразом взаимоотношения, да, потому что отношения с Богом – это тоже любовные отношения, да, и наши отношения с Творцом, они показаны как раз в этой истории. И вот посмотрите, в пятой главе как раз слова девушки Суламиты, второй стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя покрыта росою, кудри моей ночною влагою. «Я скинула хитон мой», – отвечает Суламита, – «как же мне опять надевать его? Я вымала ноги мои, как же мне марать их?» Возлюбленный мой протянул руку сквозь кважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капало мира, и с перст моих мира капало на ручке замка. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». И вот приходит возлюбленная, вот эта картина, нарисованная в этой книге, и стучится к Суламите. Возлюбленная, выходи. Она говорит, а как-то вот не могу, да? Некоторые читают эту историю, и кажется, что вот как будто Суламита там встала, пошла открывать, а вот возлюбленный несколько секунд подождал и быстро-быстро ушел, да? Ну, мы знаем, какими торопливыми бывают девушки. И вот она сама еще пишет, что она тут с возлюбленным немножко так перепиралась, что выйди, ну как же, говорит, я тут уже и хитон скинул, что же, одеваться снова опять нужно, да? Уже и ноги вымало, что тут надо опять ходить, опять пачкать все это, да? То есть вот некий диалог, да? То есть прошло немало времени, и в итоге встреча не состоялась. Вот это место из Ветхого Завета очень перекликается с другим местом, из Нового Завета, это книга Откровения, третья голова, где, обращаясь к Ладикийской Церкви, мы читаем такие, в обращении к Ладикийской Церкви, читаем слова Христа, который говорит, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и откроет, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Очень часто мы используем это местописание в отношении неверующих людей, но я хочу вам напомнить, обратить ваше внимание, это сказано именно к Церкви. Иисус стоит и стучится, как возлюбленный стучался в дверь, в комнату Суламиты, стучался, и точно так же наш Господь стучится, если кто услышит. Вы понимаете, нам кажется, что главная проблема не в нас, главная проблема как-то вот неба, Господь почему-то не торопится делать то, что, казалось бы, надо, да, и мы часто в песнях поем, да, «О, приди, Дух Святой, приди, Господь, приди, наполни нас, мы ждем Тебя, мы ждем Твоей славы». Такое ощущение, мы вот просто вот ждем, мы настроены, а он не приходит и не приходит, не идет и не идет. Так вот, это местописание из книги «Откровения» показывает, что чаще всего не в нем проблемы, чаще всего именно в нас проблемы. Это не то, что он не приходит, он не благословляет. Мы не можем принять это, мы не принимаем, и поэтому важно учиться с одной стороны давать, благословлять, с другой стороны важно, и не менее важно уметь и принимать те благословения, которые приходят нам от Господа. И самое великое благословение – общение с Ним, единение с Ним, наполнение с Ним, потому что, когда Он наполняет нас, когда Он благословляет нас, часто проблемы уходят. А мы порой не открываем дверь, да? Он вот стучится, а мы «Приди, Дух Святой, приди!» Он громче стучится, а мы, чтобы не слышать ничего, «Мы ждем Тебя, Господь, когда же Ты придешь!» Он уже пришел, Он уже стучится. Не упусти это благословение, открой, открой дверь. И вы знаете, тема вот этого ужина, вечери, есть еще в одной притче Иисуса Христа, вот если мы откроем с вами Евангелие от Луки, 14 главу, здесь также показано, почему люди упускают Божьи благословения, почему упускают возможности, которые Бог дает им свыше. И если вот в этой истории с Суламитой или в истории с Ладикийской церкви упущение возможности происходит, что Бог стучится, а мы не открываем, то в этой притче немножко другая картина. Бог зовет нас уже к себе, да, на ужин, на вечерю, а мы не приходим. И вот посмотрите, 15 стих, 14 главы Евангелия от Луки. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем!» Он же сказал ему, «Один человек, Иисус рассказывает эту притчу, «один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал рабов сказать званым, идите, ибо уже все готово!» И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня!» Другой сказал, «А я купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня!» Третий сказал, «Я женился, потому не могу прийти!» И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам, переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых!» И сказал раб, «Господин, исполнено!» «Как приказал ты, и еще есть место!» Господин сказал ему, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой! Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусят моего ужина, ибо много званых, но мало избранных!» Прежде всего хочу отметить, что общение с Господом и здесь, и в книге «Откровения» в третьей главе показано как пир, как ужин, как радость, как праздник. Потому что некоторые верующие почему-то думают, духовность – это серьезно очень. Духовность – настоящая – это суровость и грусть. Царство Божье – суровость и грусть. Нет, Царство Божье – это праведность, мир и радость в Духе Святом. И вот мы видим Господин, и мы понимаем, что за этим образом стоит наш Бог, Господь, приглашает людей на ужин, приглашает людей на пир. И люди начинают извиняться, приглашенные извиняются. И вот здесь показаны три причины, почему же мы очень часто теряем Божьи благословения, которые приходят к нам, а мы не можем их принять. Вот в чем причина упущенных благословений? Самая первая причина. Здесь, говорится, первый стал говорить, вот я купил землю, мне нужно пойти ее посмотреть. Извини, не смогу прийти. В послании апостола Павла к колоссской церкви, в третьей главе, есть первые три стиха, я их прочитаю по современному переводу. В этих стихах апостол Павел выражает, я считаю, важнейшую мысль для каждого, кто стремится познавать Бога. Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о Вышнем, а не о земном. У нас в фенодальном переводе написано «горнем». В современном помышляйте о Вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли, ваша жизнь сокрыта в Боге вместе с Христом. И самая первая причина, почему мы упускаем Божье благословение, которое Он направляет к нам, это земные приоритеты. Когда мы концентрируемся вокруг земных вещей, вот эти заботы постоянно, какие-то дела, и, кажется, вот горнее, да, или, как в современном переводе, кажется, сказано, Вышнее, ну, как-то подождет это что-то. Вот надо искать многого, а Царство Божие и правда приложатся. Но Иисус говорил наоборот, что ищите прежде всего Царство Божие и правды, а все остальное приложится. Что интересно, когда мы приходим в церковь, вроде бы у верующих людей, у христиан, должно все концентрироваться вокруг небесного. Но вот уловка в том, что даже духовную жизнь можно сконцентрировать вокруг земных вещей. Поэтому апостол и говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Если наша духовная жизнь вокруг благополучия, вокруг комфорта, то мы несчастнее всех человеков. Почему? Да потому что все это временное, все видимое, временное, невидимое, горнее, небесное, вечное. Конечно же, мы не должны как бы искусственно изолировать себя от земного. Нет, мы живем на земле, и так или иначе, у нас есть какие-то земные заботы, у нас есть свои сложности, вопросы, которые мы решаем. Но это не должно быть главным центром нашей жизни. Центр все-таки небесное, Царство Божье. Именно вокруг этого мы должны сконцентрироваться. Нередко даже многие проповедники, для них как-то главное это комфорт, удобство, процветание. А небесное, оно как бы должно служить вот этому земному, земному благополучию, земному процветанию. Поэтому я смотрю, как часто из проповедей может уйти свет, и остается лишь вот земная страсть к накопительству, к какой-то успешной, богатой жизни. Нет ничего плохого в финансах, в деньгах, в удобствах. Плохо, когда это становится главным и основным, когда все остальное служит этому. И в итоге мы можем упустить Божье благословение. Я вижу, как немало людей, которые хорошо начинали в вере, они так и не смогли подняться высоко. Почему? Да потому что они сами себя ограничили тем, что веру не извели до уровень земных вещей, земного лишь благополучия, земного успеха, земного процветания. И то, что Бог им мог показать, то, что Бог мог дать им, они просто не способны были принять. Потому что смотрели не вверх, смотрели все время вниз и не увидели того, что Бог собирался им показать. Поэтому вот это первая причина, почему мы упускаем, если мы, Божье благословение, если мы все время, в основном, сконцентрированы на земном, если для нас духовная жизнь, это вот на собрание пойти, ну, проповедь послушать, онлайн, вот и все. А все остальное, это земное, земное, земное. Нет. Чему ты посвящаешь большую часть своего времени, своего дня, того ты и раб. Так говорит Слово Божье. Вторая причина, да, почему люди упускают Божье благословение и не идут, куда Бог их зовет, да, мы вот видим, второй отказавшийся говорит, вот я купил пять пар валов и иду их испытать. Извини, не могу прийти. Вообще вот в Священном Писании число 10 много раз используется, мы видим и 10 египетских казней, и 10 праведников, из-за которых Бог говорит, я не уничтожу Содом, да, если бы там нашлось 10 праведников, и 10 прокаженных, которые были исцелены Иисусом Христом, и десятина, да, то есть много раз, да, 10 раз Лаван обманывал Якова. Но есть в Священном Писании не просто использование числа 10, а вот именно 10 как два раза по пять. Одно, один пример из Ветхого Завета, другой из Нового Завета. Я думаю, что знатоки Священного Писания сразу понимают, что из Ветхого Завета два раза по пять, это 10 заповедей, которые были написаны на каменных скрижалях. И кажется, а как, неужели заповеди могут нас уводить от Божьего благословения? Дело все в том, что все вот внешние вещи в нашей жизни, чтение слова, молитва, причастие, пост, вот все вот наши внешние вещи, служение наше, имеет одну цель. Вот это все внешнее служит для того, и призвано служить только для того, чтобы направить наше внимание к внутреннему. Иисус говорил, Царство Божье внутри вас есть. Вот это Царство внутри, а где Царство, там и Царь. Поэтому апостол Павел пишет, Христос в вас, упование, упование славы. И вообще вся цель Слова Божьего, то есть вы поймите, Писание – это не сама цель, Писание – это не Бог, Писание – это Слово от Бога для того, чтобы мы познали Его. И люди, через которых нам Бог дал свое Слово, это такие же были люди, как и мы, из крови и плоти. И вы знаете, когда происходит перевод с одного языка на другой, то очень трудно перевести точно, сохранив стиль, сохранив юмор. Поэтому, например, мы пользуемся разными переводами Библии на русский язык, потому что вот с еврейского, с греческого языка есть разные переводы. И в каждом переводе есть свои сильные стороны, свои слабые стороны. Поэтому хорошо пользуются разными переводами, чтобы понять то, что написано в оригинале. Так вот, драгоценное, даже если с одного земного языка на другой земной язык, не просто передать все, не просто перевести, то как сложно перевести с небесного на земной язык. Потому что небесные вещи, они порой очень трудно передаются земным нашим языком. И не случайно авторы священного писания использовали то, что, может быть, для такого земного ума кажется иногда нелогичным, может быть, абсурдным. Например, Иисус говорил, блаженны миротворцы, с одной стороны, а с другой стороны говорил, не мир я принес, но меч. Как это совместить? И точно так же мы видим в Слове Божьем Иисус, с одной стороны, Бог, а с другой стороны, человек. Причем не полубог и получеловек, а полноценный Бог и полноценный человек. Как это все совместить? Как ум, он пытается как-то это все разложить в какие-то логические цепочки. Но это редко получается. И поэтому драгоценное порой мы читаем в Слове Божьем то, что кажется, может быть, абсурдным и не всегда логичным. И порой буква, цель буквы одна – не привлечь к себе. Цель буквы – направить нас к Господу. Это как указатель, да? Цель указателя, или цель, как говорили мудрецы, говорит, если палец указывает на солнце, то глупый смотрит на палец, а мудрый смотрит на солнце. Цель Священного Писания – указать нам на Творца нашей Вселенной, привести нас к Нему. А когда люди, они концентрируются только на слове, превращая ее в букву, да, и вместо того, чтобы переживать Господа, они просто изучают Библию как обычную книгу, так и не познакомившись с автором. Тогда вот эта буква, данная Богом для того, чтобы указать на себя и привести нас к себе, вместо благословения приносит проклятие. И апостол Павел пишет об этом, что буква убивает, а дух животворит. И если вот мы говорили, первая причина, почему мы упускаем Божие благословения, это какие-то земные приоритеты, да, когда у нас земное главное становится в жизни, да, и мы упускаем Божие благословения, то вторая причина, это уже больше религиозная причина, когда мы заменяем дух, буквой заменяем и упускаем Божье благословение, Божье присутствие. И есть немало верующих, которые вообще, они, верующие, не верят, что могут переживать Божье присутствие, не верят, что Бог может наполнять их и лично им говорить. Они думают, что все, что у них есть, это вот буква. Слава Богу за священное писание. Божье – это некий фундамент, на котором мы строим. Но с одним фундаментом трудно жить, да, неудобно жить, имея даже самый прекрасный фундамент, там нужно строить на основании этого фундамента. Бог нам дал свое слово, чтобы направить нас к себе, да, это некий фундамент, чтобы мы шли к нему, но мы должны идти туда, куда указывает нам слово, общаться со всемогущим Богом. Есть поэтому в букве огромная опасность. Как вот мы видим примеры в Священном Писании, в Ветхом Завете, когда вещи, дарованные как благословение, могли стать проклятием. Знаменитый, наверное, пример – это медный змей, который Бог повелел создать в Моисею для того, чтобы когда-то началась проблема в израильском народе с ядовитыми змеями, чтобы каждый ужаленный мог посмотреть на медного змея и исцелиться. В конце концов, вместо того, чтобы концентрироваться на Боге, да, медный змей – это лишь был инструмент, как Бог желал их исцелить. Люди обожествили этого медного змея и стали ему поклоняться, назвав его нехуштан. И в итоге то, что было даровано как исцеление, стало проклятием. И вместо исцеления еще больше началось болезней. Поэтому, драгоценные, мы можем упускать Божье исцеление, мы можем упускать Божье благословение, если заменим дух буквой. Если мы неправильно будем использовать буквы, вместо того, чтобы идти в том направлении, куда нам указывает буква, просто оставаться лишь с этой буквой и никуда не идти, ничего не строить. И второй пример, где мы также видим число 10, два раза по пять, это уже в Новом Завете, Евангелие от Матфея, 25 глава. И вот еще одна притча Иисуса Христа. «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. «Неразумные же», — сказали мудрым, «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Когда Иисус говорил с людьми притчами, то Он говорил теми образами, которые были известны, знакомы в той культуре, в то время. Конечно, когда мы сегодня читаем, в другое время и уже в другой культуре, не всегда эти образы для нас, может быть, являются такими наглядными. Мы не используем сегодня светильники с маслами, нет такого обычая. Хотя, может быть, где-то есть, но в больших городах редко кто пользуется светильниками с маслом. Но я как-то помню, читал эту притчу, и у меня такой произошел образ в современной культуре. Часто верующие посещают Израиль, по крайней мере, хотят посещать Израиль, побыть там на святых местах, в Иерусалиме, в Галилее, в Капернауме. И организуется немало христианских туров. И вот эти туры проходят, я думаю, те, кто были на них, вы знаете, когда сначала группа ходит все вместе, смотрит там какие-то верхнюю горницу, еще какие-то особые места. И есть всегда свободное время, час-два, когда можно просто походить, зайти в какие-нибудь магазинчики, или пообедать, покушать. Вот просто самому побродить по улочкам Старого Иерусалима. И вот представьте себе, вот приезжает группа, после каких-то экскурсий, говорят, вот у нас есть час времени, и через час времени мы позвоним каждому на сотовый телефон, на мобильный телефон, и скажем, где находится автобус, чтобы вы туда подошли, и мы сможем тогда уже поехать дальше. Примерно час времени займет. Все вышли, да, у всех есть телефоны, да, но кто-то взял телефон, а кто-то еще взял телефон и зарядку, да, пауэрбанк вместе с этим телефоном взял, да, и вот они ходили, но, может быть, где-то автобус застрял в пробках, и меньше часу, это заняло больше времени, вот, и за это большее время все рассчитывали, что, ну, телефон выдержит, зарядка выдержит, а время оказалось большее, и зарядки не хватило, и те, у кого был пауэрбанк, они подсоединили свои телефоны, зарядили их, и когда им позвонили, они услышали и пришли на нужное место. А те, у кого не было пауэрбанка, сел телефон, им звонили, и не дозвонились, так и остались они бродить в старом Иерусалиме. Вот, но, я думаю, вы понимаете, о чем речь идет, да, здесь недаром Иисус подчеркивает, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын, Сын Человеческий. Есть вещи, которые каждый должен иметь лично в духовном мире. Не потому, что там есть жадные, говорят, нет, мы с вами не будем делиться, не в этом дело, а потому что есть то, что невозможно занять, есть то, что невозможно сделать за другого человека. И это общение с Богом. Масло – это символ Святого Духа в Священном Писании. И поэтому важно не только ожидать своего Спасителя, но быть наполненным этим Духом Святым, да. Слава Богу за слово, еще раз говорю, слава Богу за букву, которая указывает нам на Бога, который есть Дух. Но также очень важно иметь вот это масло, когда в нашей жизни есть переживания, Его присутствие. Когда мы хотим не просто божественного, не просто что-то от Бога, мы хотим переживания единства с Ним. Не божественное, но сам Господь, сам Творец, сам Создатель. И вот это устремление, когда нам недостаточно ничего меньшего, только Он. Мы хотим соединиться с Ним. Не просто переживать что-то чудесное или еще что-то, нам нужен Он. Меня так в свое время удивляло, когда вот в Евангелии говорится о воскресении Христа, и там, когда пришли там женщины, и гроб оказался пустой, да, и там написано, и ангел пришел, да, вот. И Мария не удивилась, что там ангел. Она продолжала страдать, говорит, где положили моего Господа, я не знаю. По идее бы пришел ангел, вот тут обо всем можно забыть. И о Христе, и о Боге, ангел здесь. Но вот сердце этой женщины, сердце Марии, когда ее не удовлетворяло ничего меньше, ни ангелы, ничего, только сам Господь, только сам Христос. Вот эта вот направленность, что нам, нас не удовлетворить ничего меньшего, никакие там чудеса, никакие исцеления, потому что будут, как говорил Христос, люди, которые придут и скажут, нет, вы имени, мы пророчествовали, чудеса совершали, бесов изгоняли. И он что скажет? Он скажет похожие слова, как и в этой притче. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вот это знание Бога невозможно без масла, да? Слава Богу, говорю, за букву. Но важно, чтобы у нас было реальное общение с Богом, реальное соединение с Духом Святым. Как пишет апостол Павел, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И вот жизнь в этом пробужденном состоянии, бодрствование, да, как здесь говорится, бодрости, потому что не знаете ни дня, ни часа. Верующие очень хотят знать, постоянно предсказывать день и час, когда же Он придет. Но Писание нас побуждает не выискивать точную дату возвращения Христа, а наполняться маслом и бодрствовать. Мы не знаем, когда Он придет. И это не наша задача. Наша задача быть наполненным Его присутствием. Не просто знать букву, которая может нас увести, но пребывать в Духе Святом, в Его присутствии, общаться с Ним. И третья причина, почему мы можем упустить благословение. Третий человек отказался, говорит, вот я женился, не могу, непонятно. Человек семейный, даже по Ветхому Завету, женившегося, освобождали на целый год, воинской повинности, чтобы человек радовался семейной жизни. И вот вы знаете, порой превращение семьи, даже в нашей христианской жизни, когда из семьи делают некого идола, и я даже слышал, некоторые проповедники пытаются навязать такую идею, что без семьи вообще чуть ли счастье на земле верующий не сможет пережить. Я понимаю, у нас, у протестантов, у нас нет монашества, но это не означает, что у нас теперь все должны быть женатыми. Есть и должны быть люди, которые остаются безбрачными, посвящая себя полностью служению. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет об этом. Он говорит, что могут быть люди, которые не женаты, не замужние, и в чем-то они даже более эффективно могут служить Господу, потому что то время, которое бы они тратили на семейные заботы, семейные дела, они могут полностью посвящать Богу. Такие не все люди, у каждого свои дарования. Один так, другой этак. Но в этом разнообразии главное, чтобы мы были устремлены к Богу, устремлены к Творцу. А когда навязывается, что все там должны быть обязательно семейными, и всех пытаются подвести вот как бы под один какой-то общий семейный знаменатель, это неправильно. Почему? Потому что это не по Писанию. Но делать здесь даже не только в семье. Я бы вообще вот третьей причиной взял вот чрезмерные социальные связи. Они могут быть и семейными, и дружескими. Сейчас как будто я замечаю все больше и больше людей, которые готовы что-то делать только на публику. Вот бывает так, встречаешься с человеком, или начинаешь общаться с человеком, чем-то делишься с ним, и вдруг замечаешь, что он не хочет делиться с тобой, как только с тобой. Он бы хотел делиться с тобой, но на публику, чтобы и другие видели. И бывают люди, которые вот они как-то так вот в социальных сетях, на публику, такие там искрометные, юмор, шутки, мысли, а потом остаются один на один с кем-то, и словно выключается свет, им неинтересно, им скучно. Только вот появляется публика, и они снова загораются. Такое ощущение, что если что-то не сделано публично, то оно и не ценно, ну как вот в знаменитой шутке, если вы бегаете по утрам и не рассказываете об этом в Инстаграме, то это уже не считается. И вот точно так же есть такие люди, которые, вот они только на публику, и даже богоискание у некоторых только на публику. Вот когда церковь, там какие-нибудь молитвенные собрания, молитвенные конференции, они готовы молиться вот так вот, но на самом деле молитва больше как-то направлена не на впечатление по вертикали, а вот впечатление по горизонтали. И вот это больше как бы игра в богоискание, некое такое внешнее шоу богоискания, потому что настоящее богоискание – это что-то тайное, что-то внутреннее, что-то духовно-интимное, как вот мы читали слова из послания Колосиным, апостол Павел говорит, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот это вот сокрытая жизнь. Когда люди не ценят вот эту сокрытую жизнь, когда они готовы жить только на публике, они могут упустить большую часть того, что Бог направляет к ним, потому что работа Божья в нашей жизни, огромная часть работы совершается именно в тайной комнате, говоря словами Христа, да? Войди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Мы даже в нашу тайную комнату хотим принести видеокамеры, там фотоаппараты. Вот я, да? Я, я помню, смотрел как-то книгу одного известного служителя, у которого в конце было очень много фотографий с его служения, там чуть ли не большую часть фотографий занимали, а не текст. И одна из фотографий как-то вызвала мою улыбку, когда там такой полумрак был, он, это служитель знаменитый, стоит на коленях, и была подпись «Один на один с Богом». И возникал вопрос, фотоаппарат откуда там взялся, кто там стоял, кто снимал, фотографировал человека. То есть, понимите, мы даже тайные вещи хотим сделать публичными. Но мы понимаем, что если, например, в семейной жизни, да, есть что-то открытое, когда приходят гости, да, есть тайная часть, то, что происходит между супругами. И это свято, и это благословенно. И без этого тайного общения, интимного общения между супругами, как может выжить семья, да? И когда в семейной жизни интимные вещи выносятся на публику, это получается пошло, это получается развращенно, да? Как будто мы впускаем посторонних людей, где должны быть только двое. Муж и жена. И точно так же в нашей жизни. Если ты не ценишь вот это уединение, ты и Господь, без публики, без верующих, без того, чтобы это демонстрировать в социальных сетях, ты упустишь огромное-огромное Божье благословение. И вот, наверное, вот такой картиной яркой вот этого общения человека и Бога является рассказ в Евангелии от Луки, 10 главе, где в продолжении пути, 38 стих, Иисус пришел в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне!» Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». И видите, опять пример человека, Марфы, которая что-то упустила, какую-то важную, благую, главную часть, которая не отнимется. Потому что вот все, что у нас есть, отнимется. Наша прекрасная одежда, наши современные автомобили, наши красивые там дома, квартиры, все это однажды у нас отнимется. Но есть то, что не отнимется никогда, ни во время этой жизни, ни после смерти. Это наше единение с Господом. И вот упустить единение с Богом, это упустить самое главное в своей жизни. Марфа, Марфа. И поэтому здесь нам дан другой пример. Марии, которая просто села у ног Иисуса, и внимала Ему. Внимала Ему. Вот вы знаете, вот важно уметь удерживать свое внимание на чем-то. Иисус говорил, имеющий уши, слышать? Да слышать. Казалось бы, есть уши, но уши могут различать звуки, но при этом не слышать. Сколько порой людей общаются, разговаривают, ссорятся и словно не слышат друг друга. То есть звуки-то воспринимают, а услышать не могут. Или уметь складывать там буквы в слова, это не значит научиться читать. Можно читать, да? Но это останется у тебя неосмысленным, не прочитанным. Точно так же, драгоценные, вот казалось бы, ну вот я, пастор, вот в отличие от некоторых христиан, которые пропускают онлайн-собрание, не пропускают. Смотрю собрание от начала до конца. Молодец. Одного тебе не уставало. Одного тебе не достает. Не только смотреть, но слышать голос Духа Святого. Не только голос пастора, голос Духа Святого. А для этого важно удерживать внимание на проповеди. Есть немало вещей, которые отвлекают наше внимание. Ученые подсчитали, что вот в среднем, когда человек занимается за компьютером, он концентрируется определенное время на каких-то задачах, на каких-то вопросах. Но если на этом же компьютере открыты мессенджеры, WhatsApp, Telegram, Viber, то время, в течение которого он концентрируется на выполнении своих задач, очень сильно начинает сокращаться. Потому что человек регулярно отвлекается, а что там написали, а может быть там в соцсетях что-то мне там еще сообщили, да? И бывает так, что человек находит какой-то материал, который его интересует, начинает читать и начинает думать, а вдруг мне что-то написали там в ВКонтакте, переходит в ВКонтакт, потом возвращается, ой, а вдруг в Одноклассниках что-то там, что-то новое там, может прокомментировали, вот мою фотографию открывает Одноклассника, тут же вспоминает про Фейсбук, тут же вспоминает про Инстаграм, и тут смотришь, опять мессенджеры заработали, да? И в итоге человек так и не читает текст, который приготовил, и у некоторых вот этих закладок накапливается очень-очень-очень много, и они их все оставляют на потом. Вот это я как-то не мог прочитать, вот там в начале немножко прочитал и отвлекся, а вот тут я где-то до середины дочитал, тоже отвлекся, тут вообще только начало начал, отвлекся, ну все, это важно, и мы это на потом оставляем, да? Мы многое можем упускать, почему? Потому что мы не умеем концентрировать свое внимание, да? А не умеешь вот концентрировать внимание на том, что происходит сейчас, теряешь вообще очень многое. Это как вот, знаете, вот человек, если, предположим, он взял что-нибудь такое вкусное, да, и вот он думает, сейчас насладиться, и тут он отвлекся, положил какой-то фильм или там какие-нибудь сообщения в интернете на компьютере, да? И он может читать или смотреть и при этом кушать, все съел и даже вкуса этой вкусняшечки не почувствовал. Почему? Потому что внимание его было на другом. Точно так же мы можем смотреть собрание, но не почувствовать вкуса Духа Святого. Почему? Да потому что наше внимание концентрируется на другом. Это не случайно так происходит. Наш мозг так устроен, мозг, он, в нем заложено желание новизны, потому что когда мозг узнает что-то новое, порция дофамина получается, да, наслаждение. Дофамина точно такое же, когда ты вот, если что-то вкусное съел, дофамин приходит, или интимная близость между супругами, тоже приходит дофамин. Вот этот же дофамин, когда мы что-то узнаем новое, да, поэтому наш мозг, он хочет все время узнавать новое, только начал читать, а вдруг там что-то новое в электронной почте, а вдруг что-то новое в соцсетях, и ты как бы постоянно, постоянно начинаешь отвлекаться, да, мозг так устроен. Поэтому, драгоценные, важно тренировать свое внимание, учиться не отвлекаться. Я понимаю, это определенные усилия, да, царство Божьей силы уберется. Необходимо прикладывать усилия, не только чтобы давать, но и чтобы принимать, иначе Бог благословляет нас, а у нас нет сил принять это, мы постоянно отвлекаемся. Бог говорит, а мы уже убежали в другое место, пять секунд послушали, и уже отвлеклись. Поэтому очень важно уметь концентрировать, концентрировать свое внимание, да, и в этом помогает и наша настройка, когда мы принимаем решения, это некая тренировка, конечно же, концентрация внимания, да. Ведь проблема с концентрацией внимания не то, что как бы мы скучаем, а в том, что слишком много стимулов, которые пытаются отвлечь наше внимание. Очень много. И вторая вещь, которая очень важна для того, чтобы уметь концентрировать внимание, это умение расслабляться. Потому что даже в нашей молитвенной жизни, я заметил, верующие, они не перестают думать, думать, мыслить, мыслить, они молятся, «Господь, вот об этом прошу, вот за этого прошу, вот молюсь Тебя за ту ситуацию». И мы опять думаем о том, когда наши мысли заканчиваются. У нас и молитва заканчивается. Драгоценные, в последние годы я все больше и больше практикую молитву созерцания, потому что в этой молитве есть огромное благословение. Молитва созерцания, оно концентрируется не на наших мыслях, не на наших воспоминаниях, не на наших там каких-то планах. Молитва созерцания концентрируется на переживании Бога здесь и сейчас. Вот теперь время благоприятное, вот теперь, ни в прошлом, ни в будущем, вот теперь день спасения. Когда мы находимся в молитве созерцания, то многие верующие переживают прежде всего скуку. Ой, как это, ни о чем не думать, да? Вот о пробуждении России да не думай ты о пробуждении России. Прибывай со Христом. Ум не привык к этому. Он пытается за что-то цепляться, да? Цепляться не за что. Уму скучно. Вы знаете, тут очень интересная вещь происходит. Когда мы осознанно во время созерцания концентрируемся на Боге, стараемся быть не в прошлом, в наших мыслях о прошлом, не в будущем, в наших мыслях, планах о будущем. А здесь и сейчас то та часть нашего мозга, которая, как правило, была занята тем, что обдумывала какую-то информацию из прошлого. И та часть нашего мозга, которая обдумывала какие-то планы в отношении будущего, как бы не задействована, оказывается. Поэтому не случайно, вот лично в моей жизни, именно в молитве созерцания столько приходят интересных, необычных идей, столько приходят интересных, необычных откровений, потому что вот эти высвободившиеся части мозга, да, они настроены на восприятие чего? Если нет прошлого, нет будущего, настоящего. И Бог начинает говорить, и Бог начинает действовать, да, и даже вот в таком состоянии вот некого пребывания пред Богом происходит некий вот отдых. Почему? Потому что обычно наш ум постоянно атакуют разные вещи, да, как вот мы говорили, социальная сеть, надо посмотреть, ой, мессенджер, надо заглянуть, там, ватсап давно не читал, в вайбере, и мне там должны ответить. И вот все время, все время, да, какие-то атаки, какие-то стимуляции. Между этими стимуляциями нашего мозга начинается конкуренция, в этом задействованы рекламы, сделать вот такую ссылку, чтобы ты обязательно на нее кликнул, да, вот такую сделать обложку ролика на Ютубе, чтобы ты обязательно посмотрел этот ролик, да, и начинается борьба за твое внимание, за твое внимание, и в итоге, чем сильнее воздействие, сильнее воздействие, сильнее атака на наш мозг, тем больше шансов, что мы именно на это среагируем. Мы перестаем обращать внимание на на несильные воздействия, мы их просто не замечаем, только сильные, только грубые воздействия, да. когда человек отдыхает, вот даже исследователи говорят, что для отдыха необходимо минимум восемь дней, когда человек просто отключается от своей работы, от своих дел, и в это время, да, даже когда человек там что-то, ничего не делает там на пляже, внутренне человек отдыхает, отдыхает, его мозг отдыхает и восстанавливается, и поэтому очень интересно, что после отпуска приходят опять интересные оригинальные идеи. Почему? Потому что наш ум становится восприимчив к более слабым воздействиям. Во время молитвы созерцания мы словно отвлекаемся от всего земного и концентрируемся на нашем Творце, на нашем Спасителе, на нашем Создателе, и Он наполняет нас милостью и благодатью. И мы учимся, концентрируя свое внимание именно на нем, слышать порой тихий, нежный голос Духа Святого и различать этот тихий голос внутри нас от всех других орущих, кричащих голосов, которые звучат в этом мире. Поверьте, то, что Бог порой стремится сказать нам тихо, намного важнее, чем все, что этот мир пытается прокричать, докричать, привлекая наше внимание. Не дайте Божьим благословениям пройти мимо вас. Не упустите их, примите их в вашей жизни. Не дайте, чтобы земное украло у вас Божье благословение. Концентрация вот на земном, приоритеты только в земном. Не дайте, чтобы религиозная замена Духа буквой украла у вас Божье благословение. И не дайте, чтобы чрезмерные социальные связи украли у вас Божье благословение. Да, Бог нередко действует через наших ближних, через социальные связи. Но огромную работу Бог проводит один на один с нашим духом, с нашим сердцем. Всемогущий Господь, я молю за каждого, кто смотрит это онлайн-собрание, эту проповедь. Наполни их, Господь, чтобы онлайн-богослужение было не просто наша традиция, не просто наша религиозная обязанность, чтобы мы могли переживать тебя, чтобы мы могли не упустить все благословения, которые ты направляешь в нашу жизнь, в том числе через онлайн-богослужение, через онлайн-проповеди. Во имя Иисуса Христа коснись каждого, кто смотрит, коснись каждого, Господь, Духом твоим святым, чтобы все, что ты направляешь в нашу жизнь, мы смогли принять. И среди шума и суеты мы могли различить тихий стук в дверь, отворить и вечерять с тобой наш Иисус Христос во веки веков. Аминь. И, дорогие друзья, я благодарен каждому, кто поддерживает нас через пожертвования. И вы знаете, что нашу церковь, наше служение можно поддержать и онлайн. И сейчас, пожалуйста, посмотрите ролик, где показаны те способы, которыми мы, которыми вы можете нас поддержать. Также внизу есть телефон и все прихожане нашей церкви, которые сейчас в это время в трудном экономическом положении, не оказались. Обращайтесь к нам. Мы проводим специальную работу, чтобы в это время ни один верующий церкви не остался у нас без хлеба. Мы поможем вам. Доброход надающего любит Бог. Смотрите ролик. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин